Что мы называем полнейшим бредом? То, во что сами не верим. Здравствуйте, друзья! Мы на канале Процветок, где верите вы или нет, но все-таки вся информация проходит проверку на абсолютное соответствие научным данным. А авторы – профессионалы, работающие каждый в своей, но научной области, а не актеры. Не блогеры, зарабатывающие известность на антинаучной критике того, что сами не понимают. Всего пару веков назад вы бы, дорогие друзья, бросали бы камни в меня, если бы я сказал, что земля круглая, а потом сожгли бы. Но мои вы хорошие, тогда у людей не было доступа к знаниям, даже тем, что уже были получены. Можете бросать в меня камни, но я абсолютно уверен, что все текущие проблемы наших народов в нежелании учиться, узнавать что-то новое, принимать новые знания. Продукты животного происхождения в огороде – омерзительная тема этого видео. Когда вы попадаете в больницу с ожогами кожи второй степени, вы не будете спрашивать, из чего был получен тот гидрогель кератиновый, который облегчит боль, улучшит заживление ран и оставит минимальные следы на коже. А кто-то из вас, друзья, скривится, если сказать ему – волосы использовать на грядке в качестве мульчи. А то, что вышеуказанный гидрогель для лечения ожогов сделан из ногтей, копыт, перьев, волос и шерсти – а, может вы не знали? Большинство женщин, которые знают, что такое уход за волосами, конечно же, наносили на свои шикарные волосы дорогие шампуни, кондиционеры для улучшения структуры волос. И именно за этим вы приходите в косметологические центры и салоны, где вам запечатывают структуру волос, улучшают, добавляют блеск. А я вот держу пари, чтобы большинство специалистов, выполняющих эту процедуру и знающих, что в состав супердорогих средств входит кератин, но они не знают, как этот кератин получают. Вот для того, чтобы он радовал нас, мужчин, красивыми вашими локонами. А стоит ли говорить о наращивании волос, о чужих прядях у себя на головушке? Красота требует? Копыта, ногти, шерсть, рога, волосы. Вы думаете, кератин – это белок, который получают из нефти? А может добывают в карьерах? Мы удобряем растения навозом, а через пару месяцев с наслаждением вкушаем сладкие плоды огурца или томата. Но стоит сказать – волосы, нагрядки, ногти, копыта, шерсть. И мы брезгливо отворачиваем лицо. А ведь в этом нет ничего удивительного. Извините, мусульмане точно так же отвернутся от нас при виде, когда мы едим огурчик. Но не просто огурчик, а огурчик с салом. Это только особенности нашей психики, дорогие друзья. Нашего восприятия. Но я вам хочу сказать, что если бы статьи по ферментативному и химическому гидролизу волос и перьев появились не 5-10 лет назад, а 105 лет назад, то тысячи детей, умиравших от голода, можно было бы спасти, использовав набивку подушек и перин, на которые ребенок умирал от голода в блокадном Ленинграде. Да, в настоящее время уже созданы, разработаны методики по получению из всех этих отходов легкого куриного бульончика. Абсолютно безвкусного, но стоит добавить соли, специй, может усилить телевкуса. И это обычный куриный бульон. Итак, можно ли использовать все то, что я так многократно перечислял в огороде? Да, однозначно. Специально для тех, кто уверен, что волосы не распадаются вообще или столетиями. Я скажу, волосы и их аналоги перья распадаются за 5 дней в культуре бактерий, которые синтезируют специальный фермент кератиназу. Кто-то скажет, так это в такой культуре. Бацилус субтилис, бацилус мегатериум уже давно используется для получения гидролизата всей этой волосяно-ногтевой органики. А потом, после фильтрации, очистки, разной степени, конечно, сложности и цены, соответственно, получаются дорогущие добавки к шампуням, кремам, кондиционерам и так далее. И я вас удивлю, наверное, если вы не смотрели еще нашего видео на нашем канале, но все эти бактерии благополучно живут на грядочках. Даже в том же препарате профит бактерия бацилус мегатериум уже давно является основной составляющей. Волосы могут оставаться целыми в течение тысячелетий, как и бумага, ребята. Помните различные эти свитки, пергаменты древних цивилизаций? Ну, я знаю, что пергамент это не настоящая бумага, это тростник, но тем не менее. Наиболее часто звучат комментарии, особенно после одного видео в ТикТоке, что-то типа того, волосы не разрушаются, и вон сколько их у найденных мумий, и т.д., и т.п., у трупов, которые откапывают, и у замерзших каких-то животных. Но смотря на волосы мумий, мы не обращаем внимания на то, что и одежда сохранилась, и вещи, и саркофаг вообще-то из дерева, но в почве, и тем более в компосте, и бумага, и волосы, и рога, и копыта разрушаются. И через год в мокром компосте от волос ничего не останется, а в сухом 2 года. Мокрый компост на всякий случай, я объясню, это тот компост, где есть много зеленых частей растения. Ботва, зеленые листья, скошенная трава, ну или там выброшенные фрукты, овощи и т.д. и т.п. Сухой компост, ну я его так называю, там где только в основном сухие вещи, листья высушенные, опавшие, это ветки, это сено, солома и т.д. и т.п. Вы можете положить пучок волос в почву цветочка, и при влажном грунте бактерии приступят к разрушению. Вот как вы думаете, когда? Немедленно, ребята. В начале они используют неороговевающие компоненты волоса, шерсти или перьев, которые вы туда положите, ну не важно. Что это за вещи? Это мембранный материал, это остатки нуклеиновых кислот, остатки цитоплазмы, эндокутикула, комплекс различных клеточных мембран, липиды присутствующие в этом материале. Затем действуют грибы, бактерии и актиномицеты. Грибы могут просто разрушать физически волосы, рассверливая структуру волос, просто разрушая и разрыхляя ее. Гифа гриба спокойно проникает сквозь чешуйки волос, разрывая волос, давая возможность проникнуть туда тех бактерий, тем бактериям, которые затем уже ферментативно начнут разрушать этот волос изнутри. А могут и выделять кератины, кератиназы. Большинство грибов, которые мы знаем и которые вездесуще могут либо использовать кератиновые продукты в качестве субстрата или в качестве еды. Аспергил, пеницил, это грибы среди них. Бактерии, в том числе синая палочка. Кто до сих пор вообще считает, что это засекреченная информация что ли или что? Кто считает, что волосы сохраняют нашу некую энергию? Я не говорю о том, что это не так, ну хотя бы в свете недавней Нобелевской премии по физике. Но научных данных по этой стороне волос точно нет. Однако пока я не закукарекал, употребляя сочные окорочка цыплят, несущие куда больше энергии птички, я не склонен верить в таинственную силу волос, ребята. Вера делает необъяснимые вещи реальными. И если вы верите, то лучше продолжайте сжигать свои волосы. А то в противном случае легко впечатлительные люди заполучат реальную невралгию от использования своих волос в качестве удобрения. А удобрение ли это, кстати? Ну начнем с того, что в каждой школе нормальный учитель биологии должен был дать информацию о том, что волосы это кератин. Кератин это белок, не минерал, не стекло, это белок. Да, десульфидные связи в его составе, в составе молекулы белка делают это соединение чрезвычайно устойчивым для действия различных растворителей. Но ничто в природе практически самопроизвольно не разрушается. Все распадается под действием каких-то химических, физических или биологических воздействий. Картины в музее тысячелетней давности. А бросьте ее в компост и через год даже рамка исчезнет в кипящей кухне вот этих микроорганизмов. Ну если она там лаком была пропитана насквозь, то пару лет придется поработать. Итак, белок. Среднее количество азота в белках 6-20%. В кератине волос около 16, даже больше. То есть килограмм волос содержит 150 грамм азота. Обратите внимание на удобрения, которыми вы пользуетесь. Три буковки NPK. Вот у меня тут стоит, чисто для примера, это не реклама. NPK это удобрение 6-3-4. Так вот на месте шестерки, если бы здесь были бы волосы, стояла цифра 16. А это реально азотное удобрение. И это не то средство, где нам советуют использовать перья. Кулечек вот этот, где и 10 граммов нет, на литр щелочи. А потом из этого литра пару ложек на ведро. Это ж сколько миллиграммов азота там попадает. Проще щепотку травы сорвать и положить рядом с помидорчиком прикопав. И это я уже не говорю о способе. Знаете, почему химический гидролиз шерсти волос перьев для получения аминокислот и низкомолекулярных протеинов запретили в Европе? Ну, потому что такие смеси в принципе являются не только ценным удобрением, но и суперкрутой прям пищевой добавкой в корм скоту. Я вот даже говорю и сам предполагаю, что даже зоотехник в обычном колхозе не знает, из чего эти добавки вообще производят. Так вот, запретили, потому что таким способом не гарантируется полный распад и происходит модификация белков и аминокислот. И в результате, ну это я уже говорю для чуть-чуть более-менее знающих людей. В результате было доказано, что такие добавки явились в конечном итоге причиной заражения болезнью Крейцфельда Якоба, которую вызывают как раз особые белочки такие, ну это отдельный разговор, это чудесные белки, чудесные и смертельно опасные прионы. Возбудители коровьего бешенства, свиной чумы, губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота могут передаваться таким путем. Поэтому давно все развитые страны перешли на микробиологическую и ферментативную переработку отходов. Миллионы тонн в год. Это огромный рынок и огромные деньги. Но я что-то вообще прям аж надо немножко успокоиться. Вот давайте мы с вами просто закроем глаза и представим идеальный сад. Гарантирую, что у вас картинка старой Англии, ну если не картинка детства. Вот мы большинство там не были, в этой Англии, но видели фильмы. И английские руководства по уходу за садом уже давно кричат. Обращайтесь в парикмахерские салоны, забирайте волосы, используйте то, что дает сама природа. Обращайтесь в кофейни, забирайте использованный кофе. Для утилизации таких объемов огромных отходов там платят деньги. А вам с радостью это все отдадут бесплатно, чтобы не платить за эту утилизацию. И все это там используют. И может поэтому там и к людям больше уважения, при таком большом уважении к природе. А наука уже давно ушла вперед. Плоды ее полувековой давности я сейчас вам пытаюсь здесь осветить. Вы знаете, был поставлен несколько лет назад в Америке эксперимент. Буквально промышленный. Там внесли в обычное поле, на обычное поле, прямо навезли 31 тонну шерсти, волос, шерсти, отходов вот этой животноводческой промышленности, именно кератиновых отходов, 31 тонну на 1 гектар. Вы можете это перевести в какие-то свои более удобоваримые измерения. Для вас я попытаюсь сделать сам. Это представьте 300 килограмм 3 центнера шерсти на 1 сотку. Вот 10 на 10 метров, такой вот квадратик огорода, и туда 300 килограмм шерсти и волос. Это вот примерно такой вот слой. И все это было перепахано. Так вот, такое количество шерсти и волос обеспечило 3 года снятия урожая без потери концентрации азота в почве. При этом через 3 года в почве всего лишь наблюдались остатки, остаточные вещества от волос. То есть там следовые количества волос были. Но азот еще держался на удобоваримом уровне. Это ли не доказательство? А поле с интенсивным земледелием, там, извиняюсь, количество микроорганизмов и грибов гораздо меньше, чем у нас на участке. Таким образом, подводя итоги, приходим к выводу. Пусть даже некоторым не по вкусу. Шерсть, волосы, ногти и другие продукты животного происхождения, типа чешуи и кости, можно использовать. Что-то в качестве мульчи, что-то в качестве медленно работающего удобрения, что-то в качестве структуратора почвы. Странно было бы использовать волокна кокоса для разрыхления грунта, который так все рекламируют. А там, на родине, это отход производства. И волос мы старательно избегаем. Ну и мое личное мнение. Садоводство в целом и огород, в частности, должны приносить удовольствие. Как все, в принципе, что свойственно человеку, как любовь, как семья, как работа. И если вы брезгуете от одного только вида, всего того, о чем я рассказывал, то не нужно бороться с чувствами, заставляя себя. Купите тюксалон, замульчируйте грядочку. А шерсть лабрадора каждый день, который вы собираете, вы метаете и выбрасываете. Это просто дело персонального отношения ко всему. Но при этом это ни капельки не меняют научные данные. На этом все, друзья. Пусть все, чем вы занимаетесь, приносит только положительные эмоции. И до встречи на канале Процветок.